Время спорта. Настя тут с олененками занимается. Смотрите, какая красота на завтрак. И открыли дыньку. Очень ароматная. Насте не очень нравится. Я попробовала, будет сладкая. Кушай. Не хватишь? Вроде неплохая. Сладенькая. Здесь много сортов дынь продается. Я спросила, какая сама сладкая. Хорошенькая. Нашли красивую пальму. Настюша сфоткалась. Молодец. А мы хотим пройти к маяку, чтобы там попробовать кальмары. Может они лучше, чем на пляже Магдалена. А может хуже. Но чтобы знать, нужно продегустировать. Может там еще что-то интересненькое из морепродуктов будет. Сейчас мы идем к остановке автобуса, чтобы максимально близко доехать к маяку. Помните, я вам уже показывал это место живописное. И там стоит на самой горе ресторанчик. Достаточно большой. И когда там нет ветра, там очень уютно. Не знаю, сейчас немножко дождливая погода, ветреная. Не узнаем, если не придем туда. Конечное первого автобуса. И нам чуть еще пройтись нужно к маяку. Тихо, спокойно. Погодка меняется. В лучшую сторону. Так что будет комфортно. Смотрите, уже тут солнышко вовсе. А тучи там остались. В винограде потрудился. Прикольно так. Мы думали еще пасмурная погода. Вряд ли сюда много людей придут. Количество машин уже говорит об обратном. Оказывается, это ж тут поля для гольфа. И это все члены клуба. Постоянно играют все. Знакомых встретили. Да, они выходили как раз оттуда. Прикольно. Уже близко маяк. Как вы помните, в прошлый раз мы не пошли в этот ресторан, потому что был сильный ветер. Немножко некомфортно было. Поэтому мы спустились сюда. В другой ресторан, Барка. А сейчас вроде ветра не особо так есть. Посмотрим. Если что, всегда есть план Б. Ресторан Барка находится внизу. Там много мест. И там тоже были вкусные рабосы. Вот тут уже чуть начался ветер. Но он не сильный. И машин здесь тоже хватает. Но вот эта гигантская серая туча, она как бы проходит мимо. И это очень хорошо. Она от нас двигается в сторону города, центра. Дай бог, чтобы дождик не пошел. Там внутри есть, в принципе, столики. И есть вот здесь. Красивые. Можно здесь есть? Тут вид потрясающий. Там мы не сядем. Сказали, очень опасно, ветрено. Ну, не знаю, что так сказали. Ну, типа улетает. Устроились здесь. Здесь лучше, чем внутри. Внутри там, знаете, гул, гам, кухня вот эта парит. А здесь красиво. Классно на свежем воздухе. Рабос 10.90. Креветки 11. Гамбос планча. Грилдшвимс 15.50. Можно взять тоже. Black rice. Черный рис есть. Ну, вы видите меню. Цены. Платос комбинатос. Мерлуза. Вон, можно тарелочку взять. Салаты. Салаты. 10-11. Салаты. Рус. И везде есть. Сэндвичи. Гамбургесес. Гамбургесес. Бургер 8-9. Вино. Аль Барини. Наверное, это... А, тут видишь, оно 16. Бутылка. Да, крабов нет. Есть лангустины только и креветки. Мы сюда пришли на Рабос. Попробуем. И нам принесли вино. Давай, чин-чин. Попробуем. Ну, под Рабосы. Мне то вкуснее. Пако и Лола. Дай, дай, дай. Дай, дай. Довольная такая? Маму хитришь. Дай, дай, дай. Настюша кушает яблочки. Перекус. Ну, вот они. Лимончик. Рабос. Там, по-моему, порция побольше была. Пробуем. Тоже вкусно. По-моему, они одинаковые. Сложно испортить. Угу. Там и здесь достойно очень. Все. Заказали еще одну. На самом деле, там они более зажаристые. Сухие больше. А здесь они как бы менее зажаренные. Но тоже очень вкусные. Не могу сказать. Настя вон три уплела уже. Кушай, малыш. Ай. Там нам еще подавали оливки. Ну, раз на раз не приходится. Один раз подавали, один раз нет. Но оливки там бомбезные просто. Синесли оливки, мы заказали. Обычные звонки. Угу. Неплохие реально. Вот это бомбезное комбо. Вино, оливки и Рабос, кальмары. Просто вау. И реально они вкуснее, когда они тоньше их режут. Смотрите, мы посидели на 31,30. Рабос 10,90. Две порции 21,80. Вино Руайда 6. Два бокала по 3 евро. Вино дороже. Дороже, чем там. И осет у нас 3,50. То есть оливки 3,50. Знаете, мы сюда еще вернемся, было очень вкусно. Нам все очень понравилось. А здесь, если спуститься к морю, прикольный такой вид открывается. Цветочки полевые, сверчки и море. Сейчас подойдем поближе к низу. Там будет вид еще красивее. Скала. Цвет воды красивый. А там скрылся уже ресторанчик. Не видно его. Класс. Специально вымощенная тропа, чтобы по ней можно было дойти до самой вершины. Ой, и там тоже красиво. Мы сначала сюда сходим. Ух ты. Красота. Вау. И тут кто-то похоронен или просто памятник. Кораль. Памятник нескольким людям. Ну что сказать. Круто. Вон люди с туристическими рюкзаками сюда идут. Ух ты. Вау. Вау. Просто вау. И маяк виден. Супер. Такое спокойствие и умиротворение. Камера этого не передаст. Просто супер. Бескрайние просторы моря. В такие моменты можно остановить время. Просто постоять, остановить это мгновение, почувствовать единение с природой, со стихией бушующей. и понять, что все наши дела, делишки, проблемы – это мелочь. И не стоит переживать о них вообще. Вот что вечно. Практически вечно. Облака, небо, море. Мы лишь гости в этом мире, да? Ладно, пойду я к своим. Заждались. Вот этот еще один пляж. Классный. Он закрытого такого типа. С двух сторон. Но вот спускаться вниз по крутой лестнице, стенкой будет сложно. Но возможно вон солнышко выглянуло как красиво вообще стало. Я хочу. Красивый тут. Реально очень красивый. Как на острове. И об этом пляже немногие знают на самом деле. Когда будут приезжать туристы, они в основном будут там, на основном пляже, плюс на Макдаленовском наверно пляже. А это, знаете, тоже такой secret place. Еще один пляж секретный, которым мало кто знает. Пляжа тут называется Маталениас. Вот такой здесь спуск, ступеньки. В принципе, Дианку можно взять на руки. И коляску тоже в руку. И можно будет спуститься. Мы обязательно сюда придем. Какие маленькие листики у папы. Классно. Классно. Вон, по ступенькам. Мы думали к тебе пойти. Но мы тебя видели, как ты ножки мочила. Блин, если бы знала, что придете, осталось бы. Оттуда уходить не хочется. Ну? Там так какого? Мам, пойдем! Не, нам просто тащить это все. Надо прийти сюда, когда хорошая погода. Да. Ой, я торопилась просто. Вода там какая-то не такая ледяная, как обычно. Вообще, очень круто. Мне так нравится там. Мам, гусеница! Да, там хорошо. Потеплеет, можно будет идти. Реально, там можно прийти. Особенно, когда он такой пустой. Нету людей. Кстати, ходят иностранцы, в основном. Ну, конечно. Красивое вид там. Красивое место. Настя, становишься со мной? Рядом сюда. Увидели, что до нашего автобуса 3 минуты и подорвались быстро. Сели, тут он. Пришли, он работает. Показывает отсюда. Вон он. Вон он. Идет. Думали, может он в туалет. Пошел он в туалет. Нет? Здесь просто идет. Спроси. Так что мы приехали в Curtin Glass в Starbucks. Очень удобно на двух автобусах. То есть, ты не платишь за второй. То есть, если у тебя пересадка меньше часа, то ты успеваешь на второй сесть и за него не платишь, едешь бесплатно. И так можно на очень длительное расстояние ездить. Кстати, если нужно куда-то съездить в конкретное место, то ты быстро забрать или купить. Ты приехал. Да. И обратно ездишь быстро. Удвигнул. Да, и все. Заодно поедешь. Завтра. Идем в Starbucks. Я уже засыпал в автобусе, мне он очень-очень необходим. Они сами сделали чашку? Оля. Я попросил. Ну, они говорят. Крема. Ну, окей. Крема. Фраппе. Настя попросил туркик, но он мне не зашел в фрапучино. В итоге это достанется Оле, а если заказал еще один. Да, это вкусно становится. Да, ну, попробуешь. Без льда. А, без льда, конечно, наверное. Но он холодный. Тебе нельзя. Я взял себе стандартный ванильный латте, очень вкусный. Так прикольно получилось, зашли же мы в Starbucks, общаемся, пьем свои напитки, и тут такая речь. А это не вы, типа, видео снимаете, ведете YouTube-канал? Я так. Мы? А что? Вот, типа, мне на вас скинула подружка, там, или знакомая ссылку. Я вот вас смотрел, и смотрю, лицо знакомое. А реально накануне я подумал, что это другой наш подписчик, потому что накануне мне написала девушка, сказала, что мы тоже находимся в Испании с дочкой 7 лет. А тут смотрю, тоже дочка бегает, тоже такая вроде постарше. Говорю, а это не вы, случайно? Она говорит, не-не-не, мне просто ссылку скинули на ваше видео. Ну, так интересно, такое знакомство произошло. Очень классно, то есть, ну, свои украинцы в Испании. Кто ты можешь сказать по поводу встреч? Интересно. Сегодня вообще день нет, уже до новых встреч. Может, Мирослава и автобус хоть приедет? Они уже уехали, Настюш. Это мы немножко задержались, мы купили этот багетик, еще зашли в магазин, кое-что еще купили. И пришли на автобус, который будет через 5 минут. А ребята уже, наверное, уехали. Постоянно, где бы мы ни были, едем куда-то, идем куда-то. К Диане подходят все. Щупают, ее улюлюкают, играется с ней. Сегодня в автобусе, видела? Это же девушка с парнем стояли. Постоянно ей там, языки там показывают, разница. Уже там, что-то она роняла, наверное, пустышку роняла. Она ей дает пустышку. То есть, тут детей очень... Детей не проходит. Да, детей очень любят. Все просто, все. Старшее поколение, младшее поколение, неважно, видят ребенка. Особенно вот наших детей. У них у обоих голубые глаза. Они светленькие. И для них это... Особенно, когда увидят, что у нас карие глаза. Как? Это, типа, у ваших детей голубые. Вот удивляются постоянно. А вот так. Бывает. На самом деле, сегодня такой достаточно насыщенный и напряженный денек у нас получился. Вот только сейчас мы едем домой. С утра как ушли, так только вечером мы придем. Детям уже пора спать. Мы там сварганим какой-то ужин, наверное, очень такой быстренький. Салат там, вот этот хлебушек, да? И все, и будем с хамоном. И будем готовиться ко сну. Вот так. Вернулись мы уже домой. Будет у нас анчоусы с багетом. Смотрите, какой смешной багет. Головастик. Здрасьте. Смешной. Салатик улечка приготовила. Настя топчет олень. Настя, оленьки это всем. Это не тебе. Понимаешь? Чего ты их сразу начал съесть вовсю? Пилен мне вообще не нравится. Кукурузная мука. Из-за нее такой паршивый привкус. Оля сказала, что ей ничего. Я же люблю разные цели за мной. Глеб. Вообще не забыли. Ням. С мягким багетом вкуснее лучше моешь. Да, очень неплохо, очень вкусно. И мне булочка очень вкусная. Специально для тебя положили. А я бы еще вкусно. Как этот хлеб. Хлеб? Надо еще купить. Они где-то по 3 евро есть. Наверное и дешевле. Может быть попробовать. Сегодня Олечка вообще творит кулинарные шедевры. Смотрите, салатик. Ем, ем. Думаю, какой листик большой. Смотрю, это салфетка. Приготовила для мужа. Вкусный ужин. Спасибо, что это не грязная, которая вытирала попу Дианы. Ну, за это можно сказать спасибо, думаю, поставить жирный лайк под этим видео. Класс. На самом деле, Олечка специально положила эту салфетку, чтобы влага ушла. Я пакет, когда в холодильнике начатый пакет лежал, чтобы он не портился, положила вот эту салфеточку. А я забыла, что она там лежит. Вытряхнула пакет и не заметила, потому что он на дно упал. Перемешала салат. Вкусная салфетка. Я еще такой салат вкусный не ел салфеткой. Я смотрю, думаю, такой крупный кусок непорезанный попался. Супер. Вот можно пойти. Очень вкусно. Делайте вот обязательно с салфеткой. Супер просто. Да, конечно. Денек сегодня выдался. Я бы даже его назвал. День удивительных встреч. Да? Оля ржет в инстаграме. Смотрит видео и ржет. Помнишь, ты вчера купил картошку? Купи после работы картошку. А что с ней случилось? Она что испортилась? Нет, она буряк. Так, кто батат покупал. Два раза по ценил. Батата картошку принес. Вечером у нас наступает шиза. Я подожила. Угу. Короче, так удивительно сегодня получилось. Мы когда шли к маяку, я прохожу. Оля следом идет. Из гольф-клуба, короче. Выходят знакомые испанцы, которые нам дали, по сути, эту кроватку и дали кресло в машину наших знакомых, чтобы Настя могла пристегнутая ездить. Что ты там? Снова? Да, и подавилась. Ну, не могу откашляться. Что там смешного? Смешинку проглотила. Вот. А потом вот эта удивительная встреча с ребятами из Украины еще. Ну, так представить. Вот только знакомая ей кинула ссылку на наше видео, и тут она встречает нас, а мы ее, соответственно. Ну, как такое возможно? И насчет гольф-клуба тоже. Вот в эту секунду, в этот момент мы сталкиваемся с ними, они выходят на пустой улице, вообще никого не было. И сталкиваемся с ними. В общем, день удивительных встреч. Ладно, будем мы смотреть что-нибудь. Уже есть. Сангрия, кстати, оказалась очень неплохой. Вчера мы посмотрели старый добрый фильм, пересмотрели Дьявол и Дэниел Вебстер. Сегодня что-нибудь. Также посмотрим. Об этом вы уже узнаете в новых влогах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА